Дорогие зрители, вышивальщики и вышивальщицы, сегодня я хочу показать видео о том, как я подготовилась к совместному процессу летней синички, но сперва я хотела бы вам показать о том, как подготовилась к этому процессу одна моя зрительница, которая будет участвовать в совместном отшиве, зовут ее Галина, она из Белгорода, ник ее на ютубе Тиграйка. Галя будет вышивать на 14 конве, это остаток от ее работы, которую она отшивала ранее, конва, как видите, оверлочена аккуратно, ниточки, которыми она будет вышивать, это ПМК и ДМС немного, Галя подбирала все сама, все ниточки, сделала вот такой вот органайзер наподобие Риолиса, пронумеровала все отверстия и повесила на эти отверстия образцы ниточек, это в принципе да, это удобно и как видите, все у Гали уже готово, она уже собирается вот отшивать завтрашнего дня, я так понимаю, Галь боится, что она не будет успевать, но я думаю, что это вообще не проблема совершенно, мы стремимся к результату, а не к скорости, я всем желаю удачи и сейчас я как бы хочу показать вам, как я подготовилась к этому процессу. Здравствуйте, дорогие зрители, вышивальщики и вышивальщицы, любители вышивки, сегодня я хочу рассказать о том, как я подготовилась к процессу, к совместному летние синички, вообще к любому процессу я, например, всегда начинаю готовиться с того, что конечно же проверяю, если у меня нужное количество ниток, нужных цветов ниток и уже исходя из того, есть у меня общее количество, все или нет, я решаю заказывать у меня дополнительно, пойти купить, может быть там пару ниток всего надо, каких-то цветов и в общем все это покупаю. Ну, в моем случае, да, мне пришлось дозаказывать, достаточно много и я дозаказала, и вот они эти все нитки, я их потом, вот буквально вчера я их всех пересадила, скажем так, на органайзер, то есть пообрезала так, как мне нужно, да, и вот такой органайзер пластиковый я буду использовать, очень простенький, но он мне очень нравится, здесь 20 дырочек, прямо на этом пластиковом органайзере рисую все значки и вот так вот развешиваю ниточки, к сожалению, конечно, 20 отверстий мне не хватило на то, чтобы все абсолютно ниточки сюда вместились, но по мере отшива я какие-то нитки, конечно, буду убирать, я думаю, это пластиковый органайзер, поэтому я прямо на нем рисовала обычным фломастером, ну, вернее, он необычный, конечно, это фломастер, который, сейчас я вам его покажу, это такой вот фломастер для DVD, CD дисков, вот такой, я не знаю, может быть, обычным фломастером было бы то же самое, но этот фломастер, он стирается с пластика, обычным спиртом, я потом просто эти все значки буду стирать, и на их место писать другие значки для другого уже процесса, вот, это что касается ниточек, иголочка, я буду вышивать вот такой иголочкой, это иголочка от Джона Джеймса, да, фирма такая есть, все ее знают, двадцать восьмого размера, вообще, для меня иголка двадцать восьмого размера, наверное, одно из открытий этого года, я всегда вышивала двадцать шестым, ну, и двадцать четвертым, это когда я вышиваю шерстью, двадцать шестой размер иголки меня, в общем-то, меня всегда устраивал, и я даже не задумывалась над тем, что попробовать двадцать восьмой размер, и он мне всегда казалось, как бы, слишком маленьким, и вообще, как бы, так даже удивлялась, думаю, такие маленькие, тоненькие иголочки, для чего они нужны вообще, и наконец-таки удалось фокусировать камеру на этой иголочке, вот такая иголочка, и вот, вы знаете, я просто хочу рассказать историю, как мне эти иголки оказались вообще в наличии, я заказывала на одном из интернет-сайтов иголки двадцать шестого размера Джона Джеймса, решила попробовать этого производителя, но мне по ошибке пришел двадцать восьмой размер, я его оставила, конечно, то есть, мне пришли иголки одна пачка двадцать шестого, другая двадцать восьмого, то есть, это была ошибка, вот, и вот я решила один раз попробовать все-таки эту иголочку, и мне очень она понравилась, очень понравилась, мне, может быть, показалось, а может быть и нет, но крестики ложатся с ней гораздо лучше, гораздо ровнее, вот, она очень хорошо, и она меньше, она короче, и ниточка получается, что практически до конца вышивается, вот, так что я буду вышивать вот этой иголочкой, и вот, для сравнения я хочу показать вам иголки, слева это иголочка Джон Джеймс двадцать восьмого размера, и справа это иголочка Прим двадцать шестого размера, вроде бы небольшая разница между размерами, но тем не менее, видно, насколько двадцать шестой, двадцать шестая Примовская иголка толще и длиннее двадцать восьмого размера иголки Джон Джеймс, вот, ну, вот так, и ушки, вот тут даже я хочу показать ушки, вот, ушко такое большое у Примовской иголки, а здесь, такое тоненькое, практически без утолщений, практически такой же толщины, как сама иголка, вот так. Следующее, что я сделала, это, конечно же, приготовила ткань, ткань, как я уже говорила в одном, ну, в каком-то предыдущем, одном из предыдущих видео, я выбрала линду, у меня был подходящий отрезик, я его покупала когда-то тоже, в таком маленьком размере, потому что это были остаток, остатки линды, которые распродавались, я буду вышивать на куснапах, в общем-то, эта линда достаточно неплохо вписалась в мои куснапы, вот так я отделала, или как это, обработала, обработала концы этой линды, просто зигзагом, да, на машинке, вот, с этой стороны ничего обрабатывать не надо было, потому что здесь вот так вот идет уже край фабричный, и вот она у меня уже натянутая, лежит готовая, эта голубая точечка означает то, что это центр данной равномерки, я буду, конечно же, начинать с центра, потому что это равномерка, я уже имела опыт неудачного отшива, когда я начинала вышивать на лине с краю, а не с центра, после этого я поняла, что лен, конечно, и равномерка, они требуют отшива на середине, вот, то есть это, в принципе, это уже аксиома, ну, пока не попробуешь на своих ошибках, не поверишь в это, вот, так что я уже метила здесь центр, и с этого центра я начну свой отшив, так, ткань у меня уже готова, ну, и последнее то, что я подготовила для отшива, это отксеренная такая вот схема, я не буду отшивать прямо с журнала, мне это не нравится, и я люблю все-таки отмечать крестики фломастерами, маркерами, вот, я это делаю, вот, допустим, я сейчас вышиваю, конечно, картину побольше, там я вот увидела у Оли, я умница, она отмечает сначала маркером ярко-зеленым, да, таким ядовитым, она сначала отмечает план, какие крестики она сейчас должна вышить, значки, а потом уже, когда она их вышила, она другим цветом, например, розовым или синим зачеркивает эти квадратики, и уже понятно, что она их отшила, вот, я по такому же принципу стала действовать, мне это нравится, это очень удобно, и вот, я думаю, что здесь я буду делать то же самое, сначала я буду намечать планом, допустим, определенного значка, определенного значка крестики, да, то есть на схеме, и потом уже я их буду отшивать и зачеркивать следом розовым маркером, вот так, мне кажется, удобно, вот, ну и, да, перевод я тут же написала DMC в DMC нитке Ancora, кстати, вот что я заметила, я думаю, не только я, наверное, все заметили то, что здесь разные совершенно значки, вот, например, у одного цвета могут быть разные значки, интересная тоже схема, тоже такую впервые вижу, вот, смотрите, например, 1012 номер, или 945 по DMC, да, здесь вот значок U, а здесь тут же 1012, но уже крестик, и это означает, что это полукрестик, вот так странно, то есть я, как бы, привыкла, то, что полукрестики, как правило, там, не знаю, там, бывает просто по клеточке, как бы, проведена такая линия, да, диагональная, и стоит обычный значок этого цвета, вот, а здесь совершенно другой значок, и, в общем-то, когда я отмечала на своем органайзере цвета, вот, как вы видите, я здесь через черточку отметила, то есть это означает, что это один и тот же цвет, просто будут разные стежки, здесь крестик с буквой U, а здесь вот идет полукрест, но с одним и тем же цветом нитки, вот так, вот такая вот странность, но я просто не встречалась, возможно, кто-то встречался и знает, что, ну, это нормально, вот, то есть здесь вот, если посмотреть, ну, полноценные крестики, вроде, да, тут не поймешь, что это полукрест, надо все время глядываться на эту расшифровку, вот, плюс, значит, что, минус, плюс-минус, минус этой схемы в том, что бэкстич здесь порой очень сильно перекрывает крестики, ну, в целом, вот, если этот бэкстич обычными полосами и даже вот такой вот, как цепочкой, еще ничего, а вот где, смотрите, вот эти вот белые, такие, как непропечатанные, да, такие вот полосы идут, они полностью закрывают, ну, практически полностью, вот даже вот здесь вот видно, букву N полностью практически закрыли, но я так посмотрела, в принципе, можно догадаться, что тут за значки стоят, но придется немножко понапрячься, поднапрячься, вот, ну, и здесь вот на схеме я уже тоже отметила центр, карандашом точку поставила, и вот отсюда я начну вышивку свою, сначала я буду вышивать нижнюю часть, в первую очередь, то есть я отсюда пойду здесь все вышью, и дальше вниз-вниз-вниз, нижнюю птичку, и потом уже, когда я низ-вышью, я начну вышивать с верхней птички остальное. Вот такой план работы у меня по поводу отшива совместного с синичками, это ножницы, да, у меня их двое ножниц, одни ножницы у меня лежат с двумя другими работами, вот, и в этой работе у меня будут лежать вот эти ножницы, чтобы не бегать туда-сюда. Вообще, я понимаю, что двух ножниц мне уже мало, надо еще третья, вот, но вот в целом картина такова. Итак, если вы уже готовы к отшиву, если вы знаете уже, на чем вы будете вышивать, если у вас уже все готово, вы можете тоже присылать мне фотографии, я с удовольствием поделюсь с другими девочками, у вашей подготовки немножко расскажу, или если вы выставите видео, то я с удовольствием посмотрю и даже покомментирую. Вот, ну и на этом все. Следующее видео я хотела бы тоже на этой неделе сделать, у меня просто уже появился новый журнал, тот, который мне задолжало издательство, Креатион Пандекруа, они прислали буквально через два дня, он у меня лежит, я хочу сделать на него обзор. Ну и все, тогда я уже по поводу совместного процесса литние синички. Буду отчитываться, первый мой отчет будет на следующей неделе, так что до следующих встреч, увидимся в моем следующем видео. До свидания.